День молодежи Живи, люби И твори во Владивостоке, объединяйся вместе со всей Россией. Под таким девизом в молодежной столице прошел День молодежи. Владивосток дал старт масштабному празднику, который отмечали в 38 городах России. Город Владивосток стал комфортнее, чище, лучше. Он стал процветающим, но это только общая задача. Это так же, как с голосованием за звание молодежной столицы. Только общими усилиями можно сделать родной город, родной регион лучше. Наш главный смысл, мне кажется, он в целом пронзающий такой для всей страны, объединяй. Это объединение по всем направлениям, будь то спорт, культура, творчество, будь то помощь тем, кто сейчас в этом нуждается, как на линии специальной военной операции, так и по тем линиям, которые есть в части нашей большой страны. Фестиваль объединил более 60 тысяч человек. Два с половиной километра набережной Цесаревича стали настоящим городом для молодежи, где каждый мог принять участие в образовательных и спортивных площадках, узнать больше о патриотических движениях и IT-технологиях, стать частью шествия молодежи и насладиться захватывающим саппарадом. У нас он совместился с нашей церемонией, свадьбой и праздник, два в одном. Это было потрясающе. Посетить, поиграть, площадку могут все. Например, поиграть в VR-игры, поиграть в Nintendo Switch или делать себе цифровой аватар, который потом можно поставить на аватар. На Дне молодежи представлено бесчисленное количество площадок, но лично, по моему мнению, самое главное находится здесь. Это движение Триколор. Работа наша заключается в том, что мы помогаем бойцам в зоне СВО. Мы вяжем маскировочные сети, вот, представляю их. Делаем накидки типа леший, это индивидуальная защита. День молодежи – это не просто праздник. Это праздник единства всей нашей большой и очень красивой страны. Сейчас ребята из ТГБУ будут измерять мне артериальное давление. Честно говоря, я всегда боялся это делать. Для меня это испытание очень больно, сильно это сжимает, но сюжет требует же. Все в пределах нормы, нормальное давление. Отлично! Хедлайнерами фестиваля стали кумиры молодежи. Леша Свик, Мия Бойко. Их талант и энергия подарили незабываемые выступления на главной сцене, напомнив о силе молодежи и ее способности менять мир. Каково бы ты осознавать, что ты работаешь на две молодежные столицы для молодежи всей страны – в Москве и во Владивостоке? С учетом того, что мы во Владивостоке вообще первый раз выступаем, и еще и в такой прекрасный день, для меня это большая честь. Потому что сегодня посмотрим, как молодежь встречает исполнителей, во-первых. Во-вторых, посмотрим, как Владивосток встречает нас. А в-третьих, посмотрим, как молодежь умеет все-таки кричать песни. Владивосток, всем привет, это Леша Свик. Я хочу пожелать вам, во-первых, крутого концерта. Я надеюсь, что вы меня ждали. Ребятки, поздравляем вас с Днем Молодежи. Кульминацией фестиваля стал телемост двух молодежных столиц – Владивостока и Москвы. В завершении на сцене выступили главные хедлайнеры – группа «Дискотека-авария», чье творчество объединяет Россию. Владивосток! «Дискотека-авария»! Я ни разу не была в Малинках, до этого дня, точнее, до вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин